Природный источник воды оживет. Челнинские активисты приступили к реконструкции родника в поселке Малая Шельна. У него уменьшился напор воды. В последние годы она шла слабо и собирала очереди. Но теперь этой проблеме придет конец. О том, с чего начали реставрацию родника и какие работы там будут проводиться, расскажем далее. Сейчас у Закалюковского или Малошельнинского ключа нет желающих набрать воды. А все потому, что из трубы течет грязная вода. Но такое настало только на время реконструкции, пока рабочие очищают старый накопитель от грунта и глины. Колодец был изготовлен из дерева. Дерево на сегодняшний день сгнило. И часть воды, которую источник выдает, она просто-напросто уходила в грунт. Она не шла в трубу, то есть где люди набирают, она просто уходила обратно в грунт. Чтобы исправить ситуацию и увеличить напор воды, планируется установить новый каркас колодца и подставить чашу из нержавеющей стали, что позволит потоком бьющих здесь ключей накапливаться и отстаиваться. Кроме того, в случае надобности сельчане сами смогут открыть колодец и почистить его от грязи и ила. И все эти удобства на деньги неравнодушных жителей республики. Вкладывали жители нашего города, набережные Шелнов, также Шеллины и других городов, таких как Казань, Нижнекамск. То есть много людей было задействовано. Собрали порядком больше 700 тысяч рублей. Кроме очистки и исправления напора воды, планируется и благоустройство. Старый деревянный домик будет снесён, и вместо него появится помещение из металлокаркаса с облицовкой из природного камня. Также обустроят и зону отдыха. Возле родника появится площадка, скамейки и ограждения. Кроме того, активисты хотят установить здесь два фонаря для освещения территории в тёмное время суток. Планируется, что полностью все работы будут завершены через месяц.